Привет! И у меня тут появился фон, спасибо всем причастным. Сегодняшнее видео посвящено борьбе с вибрациями на нашем коптере. В отличие от больших коптеров для съемки и дальних полетов, гоночные квады меньше подвержены возникновению вибраций, так как имеют меньшие пропеллеры и моторы с намного большими оборотами. Соответственно, частоты вибраций очень высокие и не оказывают большого влияния на работу гироскопов. Был период в развитии гоночных квадов, когда виброразвязку совсем не использовали, но с развитием технологий быстрых регуляторов, пит-контроллеров и гироскопов эта тема стала снова актуальной. Вибрации оказывают негативное влияние на работу пит-контроллера и часто существуют ситуации, в которых просто нельзя настроить коптер. Основной признак необходимости виброразвязки – это невозможность убрать тряску и вибрации изменением параметров пит. Можно попытаться определить источник вибрации. Обычно это мотор с немного согнутым вследствие крашевалом. Снимаем пропеллеры, подключаем квад к компьютеру, запускаем мотор-тест и крутим каждый мотор по очереди, держа квад в руке. Вы почувствуете, что на одном или нескольких моторах вибрации будут сильнее, чем на других. Вот этот мотор и следует заменить. Но что если сделать так, чтобы вибрации просто не передавались на контроллер? Тут нам и поможет виброразвязка контроллера и рамы. В прошлом видео я рассказывал, как бороться с вибрациями программно, но гораздо эффективнее побороть их аппаратно. Для этого есть целый ряд средств. Я не буду рассматривать всякие эластичные крепления моторов и лучей, так как моторы и лучи должны прочно держаться на раме, чтобы пережить падение. А вот контроллер можно легко виброизолировать. И есть несколько важных моментов. Так как рамы наших коптеров часто выпиливают китайские школьники на уроках труда и отверстия размечают на глаз, то часто наш контроллер очень туго встает в свои стойки. Особенно если это тоже подделка копии китайского клона. Для эффективной виброразвязки контроллер должен свободно болтаться на стойках. Для этого нужно надфилем или разверткой увеличить отверстие. Можно также использовать шило от армейского ножа. С обеих сторон контроллера нужно проложить резиновые колечки, которые идут в комплекте. Если колечек нет, то их легко можно сделать из изоляции провода в 10-11 АВГ. Важно подобрать оптимальное усилие затяжки гаек. Это можно сделать либо экспериментально, либо контролируя вибрации с помощью Black Box. Резиновые колечки, которые мы положили, не всегда оптимальный вариант. Так как они могут съехать, плата может коснуться стойки и вибрации будут передаваться на контроллер. Например, на новых контроллерах от RaceFlight в крепежные отверстия вставлены силиконовые втулочки. И это полностью решает вопрос с виброразвязкой. Но что же делать всем остальным, кто не использует RaceFlight? Самым передовым и, возможно, идеальным вариантом для виброразвязки, я считаю, вот такие резиновые стойки. Они позволяют крепко, но в то же время эластично зафиксировать контроллер. Многие подписчики обращаются ко мне с просьбой помочь в настройке коптера. И подавляющего большинства есть проблемы с вибрациями. Я совершенно всем сейчас советую использовать виброразвязку. Такова цена качественного полета современного коптера. И тут нужна не только замена стоек. Все припаянные к контроллеру провода должны висеть свободно, чтобы не передавать вибрации от рамы. И ничего жестко закрепленного не должно касаться контроллера. Это сложно реализовать в современных ультракомпактных рамах размером менее 200 мм. Но это то, что мы должны делать для получения качественного полета и большого диапазона настроек. Спасибо за уделенное время. Ссылки на всю фигню в описании. Всем пока.